Более 25 лучших сельхозпредприятий представляет Тверскую область на 23-й российской агропромышленной выставке «Золотая осень». Она проходит с 5 по 8 октября на территории столичного парка «Патриот». На данный момент наш регион уже подписал целый ряд знаковых инвестиционных соглашений. «Золотая осень» на протяжении более 20 лет является главным аграрным форумом страны. Здесь представляют свои достижения ВПК передовые предприятия России. Обсуждаются перспективы развития агропрома страны. На стенде Верхней Волжи представлена продукция более 25 ведущих производств региона. Молочного, мясного, льняного направлений, пушного звероводства, кондитерских изделий, варенья и воды. Помимо этого выставка имеет и прикладное значение – подписание инвестиционных контрактов. Тверской области уже есть чем гордиться. Соглашение о возможности создания молочно-товарной фермы на 2800 голов фуражного стада в Великославском районе с привлечением инвестиций не менее 3 миллиардов рублей. Еще соглашение по производству удобрений, используя отходы предприятий животно-оческого комплекса. Во втором случае объем инвестиций превысит сумму в более чем 200 миллионов рублей. Также специалисты областного минсельхоза провели встречи и переговоры с отраслевыми ведомствами из других регионов. С Министерством Республики Халмыкия обсуждались вопросы развития мясного и молочного животноводства. С коллегами из Смоленской области – развитие льняной отрасли. Напомним, что губернатор Игорь Руденя, представляя в сентябре стратегию развития Верхней Волжи до 26 года, назвал одним из приоритетов привлечения инвестиций в АПК. У нас есть большой потенциал, который необходимо развивать уже в следующем году. Поэтому бюджет 2022, 2023 и 2024 года будет содержать дополнительные меры по мотивации развития производства, увеличению в оборот посевных площадей и увеличению производства такой востребованной продукции, как овощи, как пшеница, как молоко на территории Тверской области. Как известно, в настоящее время в агропромышленном комплексе Тверской области реализуются 13 инвестиционных проектов с общим объемом вложений более 48 миллиардов рублей и созданием 2800 новых рабочих мест. К ним до 26 года добавится еще 8 инвестпроектов с объемом вложений свыше 12 миллиардов. Это даст землякам еще 700 дополнительных вакансий. Субтитры создавал DimaTorzok